В Печенском округе прошли соревнования «Заполярная весна». В программе были турниры по шахматам, волейболу, баскетболу и флорболу. За победу в них боролись спортсмены двух производственных площадок Кольской ГМК и Мурманского транспортного филиала «Норникеля». Шахматы – новинка «Заполярной весны». В последние годы этого вида спорта в программе соревнований не было. Состязались шахматисты только онлайн. После пандемии, после игр онлайн, это первый раз мы встречаемся и людей, которые шахматистов, мы видим в лицо первый раз. То есть мы знакомы заочно, а впервые мы узнали только сейчас на соревнованиях. Во-первых, это совсем другие ощущения, как не в компьютере, а вдруг напротив живые люди. Это уже плюс общение, конечно. Можно посмотреть, что он вообще на доске умеет делать для себя. Подчеркнуть, что он будет соперником живым. В шахматах золото досталось команде Печенского округа, а во флорболе традиционно сильнее были манчегорцы. Они в регионе признанные мастера. В то время как в «Заполярном» и «Никеле» этот вид спорта делает только первые шаги. Первые – это вообще обучающие были игры, скажем так, мягко менялись. Даже помнишь, что игроков своих отдавали, чтобы поинтереснее. А сейчас вот уже и первых два тайма ребята держались. Мы настраивались, конечно, показать получше результат. Хотели посопротивляться, хотели отыграть оборонки. Но соперник нам давал сегодня атаковать. Атаки где-то получались, где-то нет. В баскетболе в этом году первыми стали хозяева площадки. Лидеры прошлого года – манчегорцы – вторые. У мурманчан в этом году они третий раз принимают участие в турнире. Традиционное третье место. Каждым годом все интереснее. Уровень растет, сопротивление. И борьба на площадке упорная. Каждый раз нравится нам приезжать. Здесь организация – все хорошо. В мужском волейболе в этом году сменился лидер. Впереди – команда Печенского округа. А также появился новый игрок. Давно хотели. У нас были люди, кто играет в волейбол. И я в том числе. И решили собрать. Пока что получилось. На команду хватило людей. В дальнейшем планируем, конечно, больше подтягивать отделы. Может, кто там еще играет. Но пока вот так. А вот женского волейбола в этот раз не было. Манчегорская команда снялась с участия из-за болезни спортсменок. Девчонки тренировались. Каждый день в «Дельфине» тренировки. Они так прям горели и переживали за эту игру. Но получилось вот так. В следующий раз организаторы не только планируют вернуть женский волейбол, но и подумывают над расширением программы «Заполярной весны». Мы рассматриваем вариант того, что вид спорта такой, как триатлон у нас. Новый вид спорта появился. Поэтому я надеюсь, что наши планы нам получится реализовать. Это планы на следующий сезон. А в нынешнем спортсмены двух площадок Кольской ГМК еще встретятся на корпоративных стартах в профессиональные праздники. День Металлурга и День Шахтера.